Централизованное тестирование в стране началось в этом году значительно позже, чем обычно. Первый экзамен абитуриенты прошли 25 июня. В эти дни в вузах проходят завершающие испытания основной программы компании. Как и в прошлые годы, для тех, кто по уважительным причинам пропустил экзамен, предусмотрены резервные дни. Это 19, 21 и 23 июля. Какие причины могут быть? Это, как правило, медицинские, так скажем, показания. То есть, ну, например, так скажем, был болен, соответственно, так скажем, должна быть справочка о том, что в этот период человек был нетрудоспособен, и с этой справочкой, с пропуском, который он не реализовал на основной день, паспортом приходит к нам, мы его просто-напросто перерегистрируем. Значит, какие-то еще другие причины, это, соответственно, так скажем, служебная необходимость, это какие-то, может быть, командировки, это та же самая самоизоляция, которая попадала, может быть, вот в этот вот период, и, соответственно, так скажем, опять же, при наличии справочки, либо командировочного удостоверения, больничного, то есть, соответственно, так скажем, должен быть подтверждающий документ для того, чтобы мы человека перерегистрировали. Для перерегистрации битуриенту необходимо с паспортом и документом, подтверждающим причину пропуска основного дня испытания, обратиться в региональный центр тестирования. Здесь подскажут, в какой из трех дней нужно сдавать экзамен. В случае, если битуриент, например, по болезни пропустил весь этап тестирования, то три необходимых предмета он сможет сдать в три резервных дня. Все ребята, которые не смогли пройти все три теста, соответственно, они имеют вот эту возможность, поскольку можно, так скажем, скомбинировать все вот эти три предмета, то есть, например, русский, например, математику, физику в различные дни. Просто те ребята, которые проходили в основной день, они могли пройти четыре предмета, то есть, как-то так скомбинировать немножко по-другому. Здесь, соответственно, только три предмета, и, соответственно, вот эти три сертификата, которые они получат, не могут подавать в приемную комиссию. Три резервных дня – это 19 июля, 21 и 23 июля. Обращаю внимание, что 19 числа у нас будут все предметы, то есть начиная с русского и заканчивая тем же самым китайским языком. 21 числа только русский и белорусский язык, а 23-го – все предметы, кроме русского и белорусского языка. Долгоженные сертификаты абитуриентам, прошедшим тестирование в основной день, начнут выдавать 24 июля. Однако спешить получить документ в первый день представители регионального центра тестирования не советуют во избежание столпотворения. 29 июля сертификаты получат те, кто пройдет экзамен в резервный день.